Привет, друзья! Сегодня по всей России хоронят вагнеровцев, причем в разных местах специально, чтобы вдруг не возник новый мятеж. А почему не хоронят российский рубль? Вообще-то сегодня на бирже опять он ползет, опять он приближается к 100 рублям за доллар. Это что за странные движения с русским рублем? Вы скажете, ой, да центральный банк как хочет, так и рулит. Да нет, друзья, сегодня пришла сенсационная новость о том, что 30 миллиардов русских денег зависли в Индии. Вот что надо обсуждать. Это действительно очень, так сказать, системное и далеко идущее явление, за которым следует, что будет с вашими деньгами. И сегодня с нами Сергей Асланян, мой коллега-журналист из Москвы. Сергей, привет! Вы на связи? Да-да-да, рад видеть Глеб Янык. Это бренд. Очень приятно быть сопричастным к этому созвучию. Добрый день! Ой, Сергей Асланян — это бренд в автомобильной отрасли. И автомобили — это как раз ближе к рейтингу, к тому, что шкурный интерес людей, где деньги, какие будут машины, коробки передач делать не будут, масла делать не будут. Я готовился, внимательно отследил все, что вы рассказываете людям, людям, которые думают, что покупать-то, старенький Volkswagen в России или китайский автомобиль. Но все-таки мы начнем с Пригожина, потому что мы заявили это как главную новость, и, в общем, для людей это еще и важная тема. И опять-таки вот я слушал, что вы говорили о Пригожине вот уже за неделю примерно, за последнюю. И я вижу, что у вас вызывает сомнение, что он реально умер. По-прежнему есть сомнения? А на самом деле за прошедшую неделю не изменилось абсолютно ничего. В копилку фактов не добавилось ни за, ни против. Поэтому все остались на своих позициях. Нет аргументов, которые говорят о том, что это действительно его стопроцентное тело вот там в морге, а сейчас, может быть, где-то по пути до кладбища. И также нет никакого подтверждения тому, что, может быть, он в Африке, а может быть, не в Африке. Тем более, ну, все-таки Пригожин знал, чем это должно закончиться. Пригожин, конечно же, шикарно играл в Абанг, но при всем при том, Пригожин, он многолик, многогранен. И по степени изворотливости и выживаемости он показывал всегда 100 очков вперед любому оппоненту. Он знал, не будет у него абсолютно никакой перспективы здесь. И не поверил в то, что у него отсутствовал какой-то не был запасной план. Тем более, когда в одном самолете летело оба, то есть и Уткин, и Пригожин, это как раз такое нарушение протокола безопасности, оно обеспечивает одно алиби на двоих, что очень важно. Потому что если, в принципе, руководство какого-то структурного подразделения летит в одном самолете, прекрасно понимает, что, может быть, в любой момент гибель несчастная совершенно там, то молния попала, то птица прилетела, то, в конце концов, еще что-нибудь произошло, новичком, наверное, ручку потерли. Два в одном? Нет, так не бывает. Опытные бойцы, особенно Уткин, матерый волчище, прекрасно знает, каково это, и он должен был лететь вторым бортом, собственно, именно поэтому бортов было два. Они сели в один и тем самым просто избавились от докладных расходов по объяснению, сколько же нас, где и как погибло. Есть все-таки один нюанс. Ведь Путин и его ГБУха такие опытные разводчики, да? Вот, например, когда Путин спустя там пять, по-моему, дней после путча Пригожинского встречался с вагнеровцами в Кремле, вот вы верите, что эта встреча реально была? Если была, то для меня это ГБУшная разводка. Вы как, верите, была она реально встреча? Она вполне могла бы быть, в том числе, если предположить, что Путин все-таки любит похитрить, любит поиграть, любит в кошки-мышки, то здесь прекрасный вариант приблизить к себе и показать, что претензий к тебе нет. То, что я за неделю до этого, меняя памперсы публично, дважды обращался в панике через якобы телевизор и якобы через народ именно к тебе, объясняя, что ты для меня предатель, так это мы все забыли. Теперь давай выпьем, где же кружка, выпьем, сердце станет веселей. И поэтому мы, друзья, навек, как Россия и Монголия, и давай, в принципе, строить какие-то перспективные отношения. Вот тебе Беларусь, у нас с тобой есть еще над Африкой, как потрудиться. Прекрасная совершенно чисто ГБшная разводка именно в том, что перед тем, как тебя убить, я тебя обязательно стараюсь приблизить и наградить. И денег еще, да, новые контракты заключат. Например, одно из направлений кормежки Пригожина замечали, да, в России поставки питания школьного в самые разные регионы, в самые разные, в том числе в тех регионах, где, ну, как бы, конкурирующая фирма. То есть Пригожин поставлял, например, перешкольное питание в Подмосковье. А в Подмосковье губернатор Воробьев – это человек, близкий Шойгу, близкий вот к этой группировке, с которой, как бы, Пригожин не на жизнь, а на смерть. И туда прям миллиарды, миллиарды, и потом дети травились, жуть какая-то. А те журналисты, которые делали про это сюжеты, репортажи, как же на них наезжали, суды, разборки. У меня тоже был такой случай в Красногорске, и тоже с судами. И вот, смотрите, хоп, происходит путь, и опять возобновляются контракты в Подмосковье. И, может быть, ну, мог Пригожин и Уткин расслабиться вот до такой степени, что, ну, раз уж нам денег дал Путин, ну, точно нам ничего не грозит. Из этой структуры Уткин, Уткин знает, что расслабляться нельзя. Уткин прекрасно понимает, кто, что и почем. Пригожин, играющий то в политика, то в отца нации, то в повара, вообще само по себе сочетает, выражение лица этого человека рядом с детским питанием вызывает диссонанс и отбивает аппетит, по-моему, до 11-го выпускного класса. Ну и, тем не менее, вот удивительный совершенно сценарий жизненный. Уткин — матерый волчище. Уткин прекрасно понимает, что верить нельзя никому, начиная с собственной жены и заканчивая президентом. Уткин — боец. Уткин выжил во многих коллизиях именно потому, что не верил никому. И Уткин прекрасно понимал, с кем он имеет дело. Вот Уткина обмануть было нельзя. Если переиграли его, ну, вполне возможно, да, много кого переигрывали. Мы помним, начиная с операции «Трест», когда выманивали, мы помним, как выкрадывали, заманивали и закупали обратно белогвардейцев по позиции, чтобы уничтожить её здесь. Ну, кроме откровенных, там уже кражи на улице Парижа, генерал Кутепова. Но вообще, конечно же, перехитрить и переиграть ребятам в Астакеи, но из их системы был тот, кто знает все ключи, все замочные скважины, прекрасно понимал, что к чему подходит. Его переиграть было очень трудно. И для того, чтобы до конца убедить в своём распростёртом объятии одной рукой пока в другой камень, нужно было и контракты, и деньги, и притупить бдительность финансовым потоком безудержным, да, наверное, одно другому способствует. Но это всё равно никак не меняет фактов нынешнего бытия. У нас нет подтверждений тому, что это действительно два погибших тела от тех людей, которых там хоронят. Потому что когда Следственный комитет говорит, мамой клянусь, всё доказано, ну уж кому-кому, а Следственному комитету веры быть не может. Когда тебе предъявляют тело и говорят, что посмотрите, это же оно, и вот видите, здесь сертификат и экспертиза, и даже подпись стоит. Но это тем более не в России верить подобным бумажкам. Поэтому у нас остаётся ещё одна легендарная биография Мюллера, который то ли ушёл в Аргентину, то ли не ушёл в Аргентину, который то ли в Вагнер, то ли не в Вагнер, который то ли в Африке, то ли где-нибудь в Южной Америке. Потому что в этом отношении глобус, он абсолютно круглый, и спрятаться на планете Земля на сегодняшний день, уж если посреди Европы можно спрятаться под всевидящим оком всех разведок, какие только бывают, и крутить любые дела. Хочешь наркотики, хочешь антиквариат, хочешь оружие, хочешь в Германии, хочешь во Франции. А в какой стране тебе нужно, чтобы наконец-то камера увидела, как бастующие рабочие или люди, поднимающие какое-то локальное восстание на улицах Парижа, почему-то там оказываются с автоматами Калашникова. Никто не заметил, откуда в Париже автоматы Калашникова? Да никто что, вот такого быть не может, откуда же это? Знаете, всё под контролем, ничего не под контролем. Спрятаться можно, в принципе, на вилле в Испании, как это делала русская и советская мафия на протяжении десятилетий, как отбросы перестройки, заработав свой первый кровавый капитал, они выезжали туда и жили, и продолжают жить. И в Англии может спрятаться и жертва насильника, и сам насильник, и ещё у британского правосудия тебе пенсию получать. Поэтому уж Пригожин-то он оставляет простому советскому народу надежду, что Стенька разен с ними, и если надо, в какой-то момент очередной Лужи Дмитрий выползет и поднимет на восстание, ну или что-нибудь там свергнет, или в конце концов просто заплатит там по ЖКХ, поскольку долгов накопилось. Сергею говорил, как только кончится война, это будет моя третья командировка. Первая будет в Крым, потом в Украину, куда-то вот в самую жесть, там Буча или там Ирпень, куда-то Лисичанск, а третья будет в Африку, поеду искать, так сказать, базы и виллу Пригожина, коптер возьму с собой. На какой вилле тут прячется Пригожин? Раз, полетели. Да ладно, это шутка, не поеду я в Африку, там уже погиб Гейдар Джеймаль, и ой, господи, опасно это место Африка, тем более, что там сейчас переворот военный устроили, и, судя по всему, не без помощи вагнеровцев и Путина. Наверное, вы слышали, наверняка очень многое про Нигер, вот эту страну несчастную, беднейшую, которая поставляет уран в Францию в огромных количествах, и вот там опять случился военный переворот, и первое, что сделали эти вот новые власти, они стали носить плакаты Путина по всему Нигеру, и говорить, так, французы, американцы и все остальные, собирайте манатки и со своими посольствами выметываетесь. Вот, поэтому, в общем, эта история влияния России в Африке и того, что Россия там мутит, ох, она еще не закончится, даже, наверное, после Путина. Но, тем не менее, да, вот мне кажется, мы поговорили про Пригожина, хотя, вот вы знаете, наверное, вы замечали у себя тоже в комментариях, как же народ хочет, чтобы он был жив. Вот это прям страсть, да? Прям теория заговора, а? Ведь вот мы сейчас обратили внимание, что на авансцену российского бытия вышел новый персонаж, которого раньше прятали и стеснялись — Гопник. И поскольку государство придавило абсолютно всех, ничего нельзя, и ты находишься под надзором, ты должен все время выплачивать какие-то штрафы, пенни, ты кому-то должен, у тебя полное бесправие, единственный, кто, в принципе, заступается за простого обывателя — это Гопник. Это началось с того, когда камеры вдоль дорог, выставленные на треногах по взыванию платы за проезд, начали громить кто? Выходит какое-то такое нормальное, такое чудовище непотребное, на лицо ужасное, доброе внутри, громит камеру, даёт ещё по физиономии этому камерамену, и это вызывает шквал восторга в Ютубе под просмотрами и комментариями. Видно, что, ну вот, наконец-то пришёл кто-то, и справедливость восторжествовала. И каждый раз, когда полицая какую-нибудь физиономию начистили, или какую-нибудь там ларёчника опустили, или где-то ещё что-то, вот эта нормальная бытовая разборка, и вдруг в ней появился человек, который не побоялся. Он не побоялся доноса, он не побоялся полицейского, он не побоялся власти, он не побоялся вступить в какую-то конфронтацию с этой системой. И, как правило, это тот самый гопник, которого, в принципе, никогда на щит не возводили. Вот таким мегагопником стал на сегодняшний день Пригожин, который тоже поперёк абсолютно всех сценариев себе позволял двигаться. Если раньше был цирк на сцене, и Жириновский, самая весомая фигура цирка на сцене, она будоражила тех, кто в том числе присматривался и прислушивался к заседаниям Госдумы и смотрел по верхам, что же там власть, какие сигналы можно услышать, понять и дешифровать, то внизу как раз нужен был такой Стенькоразин какой-нибудь, или, в конце концов, Гришка Отрепев, или Валари какой-нибудь. Много возле трона всегда тёрлось людей, то ли претендующих, то ли свергающих, но так или иначе, от имени народа, за народ, и олицетворяя этот народ. И Пригожин как раз эту вакантную должность занял. Почему сейчас идёт такая спешная его канонизация? Почему стали появляться не только иконы, хотя пока это больше похоже на карикатуру, но и такая волна народного обожания? Да потому что вот он там, царь хороший, про Путина никто не говорит, но бояре, как всегда, проворовались, и должен быть кто-то, Гришка Лерас, Путин это, или кто бы то ни было ещё. Но как раз его функцию и выполнял восприятие народа Гопник, старший по званию, Гопник среди Гопников, понятный абсолютно с уголовным прошлым, что невероятно близко половине населения России Пригожин. И если его сейчас нет, то вакантная должность должна быть кем-то занята. Потому что, а как же иначе? И да, будет вокруг него ещё некоторое количество телодвижений и событий. Вот тут мы видим, что политиком, которым он собирался стать, Пригожин, он стал после смерти. Потому что вот теперь он стал фигурой, которую разыгрывают и через какое-то время могут ещё более неожиданно доиграть довеском, например, либо на выборах, либо в оппозиционной борьбе, либо как бы то ни было ещё. Хотя, ну, мы видим, что, в принципе, тут говорить-то не о чём абсолютно. Ну, кто он такой? Всё, его больше нет, можно забыть и в современном учебнике истории определить, что был прорыв Гопников к власти, но столь наглядным путём оказался самым неэффективным. Потому что то количество воров в законе, которые в России получили губернаторские посты, получили должности при власти, в администрациях, оно исчисляется гораздо большим количеством примеров жизненного успеха, чем на примере Вагнера. Ох, я боюсь, что всё-таки никто не заменит Пригожина на сцене. Уж больно талантлив был, да ещё и такая рожа. Или нет, всё-таки умер человек надо говорить лицо. Не знаю, всё-таки кровавый убийца объективно, да, и Владимир Осечкин, и весь мир западный в общем жаждет и жаждал, по крайней мере, раньше наказания, справедливого возмездия, суда, этого уже ничего не состоится. Но про политику да, я, так сказать, соглашусь с вами, что сейчас он, конечно, фигура и будет всплывать где-то в народном фольклоре довольно долго. Это да. Но вы знаете, слушайте, а ведь умные люди говорят, что это Кремль, и ФСБ распускает сейчас слухи, что Пригожин жив и где-то он там на самом деле разыграл свою смерть. И это нужно, о, логика какая, это нужно для того, чтобы народ обсуждал именно вот эту теорию, детектив спрятался, не спрятался, а не обсуждал, что да, Путин его убил, Путин уже своих мочит. Путин вообще главного патриота, самого зверского бойца России замочил, да что ж творится. Вот чтобы этого не обсуждали, Кремль это вместе с ФСБшниками и пробрасывает, а? Не согласитесь? Мы видим на примере действий администрации, президента и любых ответственных лиц, что, во-первых, они трусы, во-вторых, они недоумки, в-третьих, у них никогда нету своевременной реакции и им нечего сказать, что Путин первое время обычно неделю молчит, потому что он не знает, чего сказать, и все остальные тоже не знают, что делать и что сказать, ни по какому поводу. Нету ни одного эпизода современной действительности российской жизни, когда у них была бы своевременная чёткая реакция, позволяющая судить о них как о умных, дальновидных и людях с взвешенной позицией. Поэтому, когда вдруг случился Пригожин, когда после него ещё целых два месяца было какой-то жизнедеятельности, мы видим, каким несуразным информационным сопровождением это всё так или иначе было обличено. И Пригожина то ли подавать к столу, то ли не подавать к столу, то ли он белорус, то ли он не белорус, то ли за ним Африка, то ли не Африка, то ли есть контракты, то ли нет контрактов, он то ли друг власти, то ли враг власти. Единого сценария не было, потому что эти недоумки опять растерялись. У них, как всегда, клановая борьба, они не знают, можно это использовать или нельзя. И когда вдруг теперь мы констатируем, что отовсюду пошло что-то похожее на волну, если не обожание, то, по крайней мере, какой-то поддержки, одобрение, и это инспирировано, и это сделано. Это кем сделано? Вот этими недоумками, которые до этого 23 года провалили абсолютно всё? А вот теперь они смогли, наконец, научились играть на точки зрения населения, подкидывая ему из абсолютно разных розеток и утюгов информацию, которую те интерпретируют как свои собственные мысли? Не поверю. Что-то я вот в этом сценарии Родину не узнаю, не похоже на неё. Знаете, Сергей, я соглашусь, что большинство российской действительно уроды и недоумки. Но один умный точно есть. Это губернатор Тульской области Алексей Дюмин, бывший охранник Путина, который возглавлял спецоперацию по взятию Крыма. Это, по-моему, его бойцы стояли с автоматами во время голосования в парламенте Крыма о том, что, а, ладно, пусть Россия, так сказать, забирает нас. А вот уже стоят ребятки, чтобы правильно проголосовали. И вот этот Дюмин сейчас вдруг сказал, что Пригожин не был предателем. Слушайте, это настолько важно. Дюмин очень крутой человек. И шла огромная пиар-компания вот сразу с мятежа, с самого мятежа Пригожина, да и раньше, да, что Дюмин метит на пост министра обороны, на пост директора ФСБ, и вообще чуть ли не свергнет сейчас Путина. Когда произошел путь Пригожинский, то пошла пиар-компания, что Дюмин там был вместе с ними, что он, так сказать, готовился помочь Пригожину, ну, может быть, не помог в последний момент, но очень, так сказать, да. И вот в этих условиях Дюмину говорить, что Пригожин не предатель, когда Путин говорил, что предательство он не прощает вообще не в жизнь, и, ну, мятеж, это явное предательство, я так подумал, нифига себе. Дюмин, во-первых, крутой, во-вторых, умный. И вот смотрите, по-моему, у него чуть ли не сегодня день рождения у Дюмина, и Дюмин встречает его, празднует на яхте Тимченко. Тимченко – это очень близкий к Путину человек, один из членов кооператива «Озеро», долларовый мультимиллиардер. И я начинаю думать, ого, а не заговор ли там вокруг Путина есть, о котором Путин как-то даже и не знает? Хотя, ну, что, Путину не донесут, что Дюмин сказал, что Пригожин не предатель? А что, промолчать не мог Дюмин? Может быть, не время сейчас против царя-батюшки? Мы каждый раз, когда вот видим какой-то отголосок официальной биографии любого должностного лица, то в первую очередь, конечно, на должность реагируем, поэтому для нас губернатор, который до этого был постельничим у Путина, он воспринимается как проходная фигура. А в действительности Дюмин, ну, во-первых, он, конечно же, за Путина, он обязан ему, и, собственно, благодаря Путину он выслужился до нынешнего генерал-губернаторства. Дюмин — это тот самый человек, которому приписывают в принципе появление явления ЧВК в России. Дюмин — это тот самый ФСБшник, который занимался разработкой проекта, созданием, наполнением кадрами, определением функций и обязанностей, а также применением ЧВК. Когда России понадобилась своя секретная служба по решению проблем за рубежом не от имени государства, но при этом, чтобы все боялись именно России в качестве самого мощного молота, ударившего по голове то ли в Африке, то ли в Сирии, либо на других, мягко говоря, площадках экономических интересов, важно было, чтобы все не путали, что это не Blackwater пришёл, а какой-нибудь там российский ЧВКшник типа Вагнера. И вот как раз всю систему, всё явление ЧВК приписывают в авторство Дюмину. Это потом он уже из постельничек поднялся в кураторы целого направления, потом за это ему было пожаловано генерал-губернаторство, и вот он теперь царствует. И если посмотреть количество звонков, Биллинг, кому во время путча звонил Пригожин, то Дюмин у него там в тройке, потому что Дюмин был всё время куратором его. И ЧВК Вагнер всех очень смущает вот эта аббревиатура «Частая военная компания». Как будто в России может быть такое частное. Ни в коем случае она не частная. Нормальное структурное подразделение ФСБ. И куратором был Дюмин. То, что Дюмин при этом назывался генерал-губернатором, а, например, Пригожин назывался директором, так это у нас по всей упору полстраны верить, что Сечин у нас переводчик. Скажите, пожалуйста, с какого переляка он у нас переводчик с португальского языка? А с того, что в высшей школе ФСБ, в высшей школе КГБ, в том числе для работы в Анголе, учили португальский язык, и после этого давали диплом. Давали диплом об окончании высшей школы КГБ и диплом инженерный, а также об окончании какого-то языкового гуманитарного вуза. Поэтому у Сечина официальная биография он переводчик. Ни единой секунды жизни он не был переводчиком. И Дюмин, конечно же, из постельничья сделал себе прекрасную биографию. И то, что он вроде бы никто, и звать его никак, и всего-навсего губернатор, у которого кажутся там заводы, у которого кажется там что-то ЖКХ, асфальт и бабушки с недополученной пенсией, нет, конечно же. И он тот, кто до последнего курировал своего воспитанника, человека при должности и при ЧВК, Пригожина и Уткина. Это всё его креатура. Аж так, чтобы это было как-то за спиной у Путина? Нет, это как раз по прямому приказу Путина. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok